Здравствуйте, ребята! Сегодня на обзоре данное ружье. Батя, что это за ружье? Какая марка? Ружье Иш-27. 81-го года выпуска. Старенькое уже. А я гляжу, приклад, цевьё, как новый. Менял, да? Да, заменил. Цевьё заменил уже нового образца. Да, и приклад. Ореховые, новые, нового образца. А какая цена цевья и приклада? 7 тысяч было. А ты сам менял цевьё и приклад? Да нет, отдавал тут товарищу одному. Нужно было подогнать, подточить там кое-что. В общем, сделали. Переломи ружье. Как оно вообще переламывается? Лёгким нажатием на скобу. Вот и всё. А гильзы выкидывает или нет? Вначале вставить надо патроны, заряженные сюда. Потом раз, снять с предохранителя. Ага. Нажать на передний курорт. Перед? Стрельнет нижний ствол. Ага. Вот так. Ага. Второй курорт. А задний курорт. Стрельнет верхний ствол. А гильзы выкидывает или нет? Нет. Не выкидывает. Стрельные гильзы самому надо вытаскивать. Ясно. А здесь же тоже стволы разного диаметра, да? Да. Так же самое, как у всех ружей. Дольные стяжения разные. Это получается? Нижний ствол. Получок. Получок. Верхний ствол. Получается верхний ствол диаметром меньше, чем нижний. Да, сильнее зауженный верхний ствол. А для чего это вообще стволы разные? Ну, когда стреляешь в дроби. Чем сильнее зауженный ствола, тем кучнее бьет. Ясно. Батя, а зачем ты вообще заменил цевьё и приклад? Старые износились, да? Ну, ружьё уже старенькое, с 81-го года. Долго ходил с ним на охоту по лесу. Ну, износился приклад. Трещина пошла уже на него. Цевьё так же самое. Вот пришлось поменять. А вообще, тебя ружьё это подводило хоть раз на охоте? Где-нибудь там клинило, может, там, не знаю, гильзы застревали, не мог вытащить. Было что-нибудь подобное? Нет, ружьё хорошее. Вообще, в России ИЖ-27 ценится как очень надёжное ружьё. Вообще, очень популярное среди охотников ружьё ИЖ-27. Ну, тебе нравится ружьё это? Ружьё хорошее, никогда не подводило. Ну, я уже как-то говорил, что всё равно предпочитаю горизонталку свою, старенькую. Ясно. Бать, а как ты транспортируешь данное ружьё? Чехол там для него какой-то или что? Ну, там, место охоты нужно, конечно, ружьё возить в чехле. Вот такой чехол есть у меня. Очень удобный. Не надо уже разбирать ружьё. Просто элементарно. Вот так положено. Положил и застегнул. Очень удобно, быстро и хорошо. Два замка здесь, да? С одной стороны и с другой стороны. Да, что очень удобно. Ага. Вот и всё. И ружьё, как говорится, готово к транспортирую. Есть вот такой ремень большой. Можно повесить его на плечо. А можно также взять и переносить до автомобиля. Или так, на плечо до места охоты. Много с этого ружья дичи застрелил? Ну, я же уже долго охотился. Так что много дичи. И большой, и маленький. Ну, в общем, что хотел, я всё рассказал об этом ружье. Советую вам приобрести такое же. ИЖ-27 ружьё. Ну, очень популярное среди охотников в России. Ну, вот. До новых встреч.